Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера Аяза Шабуддинова, рассказала, что от его бизнес-тренингов пострадало немало людей. По словам Натальи, Аяза теперь могут привлечь к ответственности по нескольким статьям, в том числе за неуплату налогов и отмывание денег. Вон там, я думаю, надолго сядет, там, я думаю, не одна статья будет. Там из-за мошенничества, из-за неуплаты налогов, наверное, тоже, из-за отмывания денежных средств, вывод в кэш, ну, еще там, наверное, септы какой-нибудь. Возможно, ну, семь точно, семь уголовных дел. Букет. На день рождения Аяз Шабуддинов я тебе подарила букет уголовных статей. А от себя вы рассчитываете снять вот эту задолженность, которая на вас повешена, и каким образом? Ну, смотрите, я все загасила. Перед банками у меня нет никаких обязательств. Все выпущено. Я про то, что, как бы, ну, да, Аяз не должен. А там, ну, как по желанию. Вернет, но сейчас я что-то слышу, что он, типа, говорит, что не вернет. Поэтому, если он сядет, для меня это будет самая великая награда. То есть, потому что у меня есть бизнес, я зарабатываю, я не страдаю безденежные. У меня есть деньги, я зарабатываю, у меня всегда будут деньги. Вот. А то, что, как бы, у него там проблемы с деньгами будут, это точно. И арестуют все его Макларены, Москва-Сити, коттеджи, что он там покупал. Вот. Вот. Просто продадут это все на акционе. И вот эти вот копейки, которые там с него выжмут, заплатят государство. Вот это будет самое интересное. Понаблюдать, как он будет из Макларена пересаживаться, я не знаю, в метро. Там, где он там будет ездить. Или что он будет есть потом. Ощутит как раз-таки то, что другие люди, когда попадали в кредитные ситуации, вот, как мне многие ребята рассказывали, ну, остались с кредитами, без денег. Семья вот распадались даже. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Продолжение следует...